слава богу стоишь на я ходил у меня там жена кушать готовит ей телефон свой дал чтобы она там тоже участвовала и это выпало видит видать не присоединяется 2 одновременно похоже так меня подсоединяется ну вот я сейчас можно может сейчас у него не работает что хотел сказать тоже эту тему а ну вот четко мы должны в себя все уяснить что два случая есть когда христу обращались один раз сотник тогда у него была вера он до его христос похвалил за таком горит не нашел я в израиле такой веры то есть он сказал что даже можешь не ходить потому что не достоин ты ко мне при скажи слова и все вы исцелиться а второй случай царь дворец и он пришел к нему и спросил его непосредственно чтобы он пришел исцелил этот ему сказал иди и он тебя здоров то есть это два разных случая мы должны просто четко уснить я сейчас уяснил для себя и хорошо так продолжаем напомню сейчас идет разговор иисуса с расслабленным иоанна 5 глава с 8 по 10 стих иисус говорит ему встань возьми постель твой и ходи и он точишь выздоровел и взял постель свою пошел был же это в день субботний посему иудеи говорили исцеленным сегодня суббота не должен тебе брать постели толкование повелевает взять постель для того чтобы никто не счел он его за привидение ибо если бы члены больного не утвердились не укрепились он не мог бы носить постель не требует от него веры прежде исцеления как от некоторых других потому что больной не видел еще его сотворившим знамение ибо от тех от которых господь требовал веру он требовал ее не прежде чудес но совершивший чудеса перед ним он не подумал сам в себе и не сказал не шутит ли он что приказок не тотчас стать я 38 лет болезни получал стеление и теперь дух стану ничего такого не подумал но поверил и встал исцеляет субботу научая людей иначе понимать обряды закона и почитание субботы поставлять не в телесном понимании бездействие но воздержание от зла потому что закон будучи законом всегда добротворящего бога не может воспрещать добро творить субботу демонстрация корана не видно так ну смотрите он все равно не видно сейчас видно да нормально но сейчас снова пропала 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 вот теперь видно вот видите интересно вот подметили шо христос оказывается требует веры пережить тем как сотворить чудо только перед теми кто уже видел его творишь им чудо то есть ничего просто так он не делает и не говорит ни одного момента из его слов нельзя выкидывать то есть а если вот он вот этот он не знал ничего о нем вот ослепил расслаблены и он это не требует от него веры он просто говорит хочешь быть здоров все будь здоров вот интересно да иоанна 5 глава с 11 по 13 стих он отвечал им так они иисус так да иудеи говорили исцеленным сегодня суббота не должен тебя брать постели и он отвечал им кто меня исцелил тот мне сказал возьми постель твой уходи его спросили а кто тот человек который сказал тебе возьми постель твой уходи исцеленный же не знал кто он ибо иисус скрылся в народе бывшим на том месте толкование нужно удивляться смелость этого человека перед иудеями ну конечно они настойчиво говорят ему не должен те брать постель в субботу а он смело проповедует мы своего благодетели кто говорит меня исцелил тот мне сказал он как бы так говорит вы безумствуете когда приказываете мне не слушать того кто исцелил мне от болезни а столь подложительный и трудный иудея не спрашивают его кто исцелил тебя но кто сказал тебе возьми постель так так они добровольно смежили себе глаза для добра а мнимое нарушение субботы постоянно выставляли на вид они даже то есть сказать не могли то есть если кто тебе исцелился они как бы сказали бы то он как бы значит как бы признавал то что это исцеление то есть добро и он не мог что это лукавость настолько не может сказать специально подбирать такие слова чтобы не дай не дай бог не сказать что-нибудь такое в этот в сторону иисуса доброжелательный даже даже в этом мне это знакомо так устроенную многие люди иисус скрылся частью для того чтобы в его отсутствии свидетельство об исцелении было свободно от всякого подозрения не подумали бы что человек этот благоприятствует ему но свидетельствует об истине частью для того чтобы еще более не вспомнить ярость людей ибо и один только вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти посему он оставляет чтобы делает и следовал само по себе и люди и обвинители перенесшие события на исследования и рассуждения делают он и тем более гласными ну да они то есть этим самым они наоборот еще больше гласность разносят на христе ивангелие тувана 5 глава с 13 по 16 стих потом иисус встретил его в храме и сказал вот ты выздоровел не греши больше чтобы не случилось тобой чего хуже человек сей пошел и объявил иудеем что исцеливший исцеливший его есть иисус и стали людей гнать иисуса искали убить его за то что он делал такие дела в суду вот интересно да что из причина расслабленного его болезни была в его греха то есть он видимо сделал какой-то грех и за это господь его наказал такой болезни да и говорит ему чтобы не греши больше чтобы не случилось тобой чего хуже но чем может быть хуже чем 38 лет лежать парализованным вроде уже хуже то и нечего а вот мне кажется здесь еще на чем укажешь что может быть хуже может быть хуже только гиена огненная вечная то есть и об этом иисус и говорит что еще хуже с тобой будет если ты вот сейчас будешь решить уже после того как был выразумляем 38 лет и это как бы для нас всех то есть мы когда в крещении в покаянии принимаемые грехи наши с нас смывает господь то после если мы согрешим то для нас это будет гораздо хуже чем если мы были бы до этого чтобы всегда это надо помнить всегда в этом что вот на память тебе эту тьму которая была до крещения до покаяния до уверований если вспоминать ее какое состояние души было никаких ориентировать нету человека просто там какие-то мы не мнимые ориентиры там не за это может быть какой-то спорт какой-то мечта что кем-то стать да какой там мечта к его бывает просто то есть пьющий человек он каждую неделю ждет чтобы выпить вот они только такая мечта до более такого человека который там допустим пьет а может не курт он там мечтает заработать много денег то есть такие и постоянный страх это все время человек страх что он это не сможет сделать что он этого не достигнет и этот страх он еще распространять что человек подлый становится он начинает где ему выгодно делать что не выгодно не делать если какая-то опасность он может и обмануть потому что цель это временное греховное толкование и слов господа расслаблену вот ты выздоровел не греши же более мы научаемся во первых что болезнь этим человеком приключил за грехи и во вторых что учение о гиене истинный что мучение вечно где же ныне те которые говорят в один час я соблудил за что же будут нести бесконечное наказание и вы вот и сей человек не столько лет грешил сколько терпел наказание но почти целую жизнь человеческую провел наказание грехи судится не по продолжительности их а по самому из естеству преступлений научаемся вместе и тому что хотя мы понесем тяжкое наказание за прежние грехи но если опять впадем те же грехи потерпим еще больше наказания и весьма справедливо ибо кто не улучшился от первого наказания тот продвигается больше муха потому что он бесчувственный не родив для чего скажешь не все так называется ибо мы видим что многие порочные пользуются здоровьем и благодействия для чего скажешь не все так наказываются то есть почему не все наказывают что-то как вот этот парализован ведь многие порочные пользуются здоровьем но то что они не потерпели здесь ничего будет поводом к большему наказанию там на си это указывает павел говорит будучи судимы от господа то есть здесь наказываемся чтобы не быть осужденным с миром еще вот других местах сказано что господь кого любит того наказует бьет же всякого сына его же приемлет поэтому если мы встаем на путь то христианской жизни мы не должны удивляться что с нами происходит это закономерно хорошо что с нами здесь это происходит на вы должны знать почему и за что ибо здешние страдание суть в разумлении а тамошние наказание уже уже ли же все болезни от грехов не все но большую часть ибо одни из них бывают за грехи как случилось с этим расслаблен и в книге царств видим что никто никто впал в подагру за грехи другие бывают для прославления обнужения как случилось его чтобы открылись его добродетель иные бывают от рассеянность например этот невоздержание пьянство человек си оказывается благочестивым ибо иисус находит его в храме то есть это прославлено уже если бы он не был богочестив он возвратился бы домой придался бы отдыху и наслаждению и убег бы от ярости иудеев и совопрения но ничто подобное отлипло его от храма узнав иисуса смотри как бы разумно он и выявляет о нем людей не говорит как они желали слышать что иисус сказал возьми постель но исцелил меня чего они не хотели слышать обвиняя его в нарушении субботы если иудеи стали гнать господа то чем виноват в том человек сей объявивший им об нем он проповедовал бы исцеление с доброй целью с тем чтобы и прочих привлечь к вере если же они стали гнать благодетеля то это их вина отлагающее покаяние и не спешащий показаться здесь но опаздывающий не получит исцеление и так старайся войти первым чтобы смерть не захватила тебя сию купель покаяние возмущает ангел какой ангел великого совета отчего христос и спаситель ибо если божественное учение не коснется нашего сердца и не произойдет в нем возмущение напоминание о муках будущем веке то купель сия не будет действенна и здоровья расслаблен души не бывает справедливо она может быть назван овчим и в ней как овцы омывается внутренности и полностью святых и не злобивых угод уготовляющих себя в жертву жилую благогодную богу а если бы мы получили здоровье и по выздоровлению находились в храме то есть не осквернялись не священными помыслами дабы не постиг у нас худшее наказание в будущем интересно да что вот вот ибо если божественное учение коснется нашего сердца не произойдет в нем возмущение напоминанием о муках будущем веке то есть у нас должно быть всегда возмущение ну то есть ангел как касается напоминает о муках будущем веке как вот часто сейчас вот это уходит люди почему-то боятся и даже среди православных христиан вот этот момент уже несколько смущает людей они говорят ну а чё ты все говоришь то гения в суде они не нравится почему-то ведь господь это любовь он всех любит всех прощает зачем напоминать о мух а вот тут говорится что ведь и толкователь говорит что мы должны все это возмущение почувствовать напоминание о будущем веке если этого нет то не действенно это все действенно той любви не какой-то не будет на самом деле это все выдумки голливудская любовь есть вячеслав там ангела называет христа да да я просто слушаю вот если делать на пляс на сегодняшний день да есть люди которые слышали что они не имеют погружению вот этой вот купели дали пезда они не погружены и они потом крестились а да а вот христа и евангелия они мечтают и не приняли слово божие не принимает как для не будет здесь они покаялись и ну вот вчера я в храме был выходил когда из храма там крещение уже готовились смотрю вынесли купель маленького и люди идут из слушаю там внутри в притворе женщина разговаривает там с другой женщины в храме там только эта женщина постоянно я просто не знаю именно они разговаривают вот это который оказывается она крестный готовится быть то есть вот для ребенка которого будут крестить и она спрашивает очок от крещения шить такое для чего она нужна то есть она будет крестный прямо сейчас через пять минут и она спрашивает а то 2 это не может ответить не может ответить на горит она такой ответ что прям такой вопрос прямо так говорит да я я говорю крещение нужен для омовения грехов то есть в крещении говорю омываются грехи много я не успел сказать а как вас допускают а я верующих же только должны она к то я верующий год храм хожу его кто для вас иисус христос она горьбок а грудью чего он пришел говорит чтобы нас спасти ну и в итоге где-то я как бы я и говорю рассказал про крестную жертву про все у нее глаза были нереально испуганы что ее кто-то что-то спрашивает меня же самому от нее страх перешел я просто удивился настолько она испугалась что я сейчас она видимо подумал что я какой-то от священника каких-то какой-то человек еще сейчас отменю да она говорит а я в другом храме была крест на другой там ничего такого город не спрашивали я уже потому что эти родители они выбирают себе этих грёстных подружек своих теми которые они живут хороших отношений которые чем-то помогают вот такие вот дружеские отношения вообще не имеющие и чтобы сродниться да они что делают они берут этого человека в крестные да это как соломон чтобы там а иметь дружеские отношения с другими царями убрал себе что кого убрал себе в горе две тысячи для всего ему надо было две тысячи этих женщин то есть чтобы иметь какие-то хорошие отношения между людьми надо брать себе этого человека в крестные да а если поговоришь о боге как говорит дмитрий смирнов а для чего вам надо для чего хотите крестить ребенка до такой обряд вообще не имеющие отношения это говорят родители которые просят крещение ребенка а как кристос даст мира помазания духа святого если крещение идет младенца по вере матери до или отца там по вере какая-то вера если этот крестный он 24 часа в сутки он духовно не сеет в это сердце ничего пришли копия попили ну как у тебя дела и ушла и все вот это все окрещение крестные и красивый стол чтобы покушали подарки так вот я говорю я я говорю а ну так она же погибнет я вот этой татьяне говорю которые там тоже вот она была она пыталась объяснить я буду как она же погиб они же как когда пускай горит она они же погибнут она ничего никто не погибнет бог все привел их сюда горь бог привел во первых священник 25 лет крестил то есть ему 25 лет вчера священник у нас новый был 25 лет я узнал он проповедь хорошую прочитал то есть еще его видно московской патриархии но еще не уничтожила как бы в нем вот эту душу он еще даю списание цитировал но и уже руку положили его он уже священник то есть он уже идет по нарушениям канонов он уже не будет этой каноны вообще ценить то для него уже основание положено гнилое и вот у него душа то живая еще видно и и убьют эту душу как и сто процентов всех остальных просто он станет мертвый как и все остальные если ну то есть без канонов то как ты же ты зайдешь за все пределы тебя никуда это не потянет и в итоге я домой потом пошел и мне так плохо на душе стало еще я не сказал священнику не подошел что это не верующие шу как вы крестите мне потом не очень долго не имеет права вообще крещение проводить какое крещение если ему 25 лет что там будет погружать он должен быть извержен он даже раньше христа там крестит какие-то танцы я не знаю если бог вообще через него какие-то танцы ну вот у нас вообще сейчас в казани такая волна просто везде такие молодые ребята все до 30 и и видно прям что мгновение ока они в нарушении канонов утонут просто если даже кто еще держится на плану утонут просто как мыши подобные просто жалко их там вот феофану год владыка феофан меня сюда я с ним общался владыка феофан меня гостю направил сейчас сказал потом куда-то меня к себе заберет то есть он уже все 25 лет понятное дело что представишь епископ митрополит феофан любой но не знаю любой на и человек до 30 лет хоть какой силы там воли его обладает он любого подавит просто невероятно властный невероятного просто там пообещать такое тебе и все тут смирение послушание послушание то есть он подумает что а почва приготовлена монахи нас к этой почве приготовили чтобы мы послушание выше поставим молитвы послушание выше слова божия у них это прям проносится когда я встретился с будущим епископом игнатием он тогда был не епископ я ему сказал что говорю в библии написано бороду не трогать он сказал датчик библии меня слушай то есть это же он дачу он ему он как бы он неплохой он просто не может быть другим это показано о том что они этим живут вот этим послушанием вне вне библии вне слова божия вне канонов ничего нету то есть для них ничего это не стоит вообще 30 лет а тебе вообще 20 лет и стал священником как он елся они настолько жажут вот этой власть власти господцы от нас людьми над народом над приходом своим вот эти вот маленькие как называют их и гнатий тихонович волчатники семинаристы которые любой грех оправдывает я еще раз убежать что семинария только для того чтобы оправдать любой грех и не еще не скажешь они вот и рвутся все он должен быть священник есть от рулетки у гнатия тихоновича как он беседует с одним человеком которые там учатся его не допускать до семинарий чтобы он учился на священника почему мне не дают учение в семинарии чтобы я стал священником а его даже не в упор не видит их на что он говорит я проповедник там плавал православный миссионер показывает ему это ничего не надо ему надо срочно рукоположение священника очень чего чтобы портить людей души они искренне верят еще что все каноны всех всем канонам есть исключение мне так один священник даже иск прямо и сказал что в канонах там всегда могут быть исключения потому исключение они вот потому что исключение а у них это правило в том-то и дело действительно как бы реально в канонах могут быть исключения но реально это же понятно жизнь она то есть попадается такие случаи когда не может быть применен канон но это же правило у нас правилом стало то есть канон не применяется из-за одного исключения делается отмена вообще всех канонов допустим понятно же дело что допустим запрещено молиться еретиками с детиками да но допустим если цель их обращения то вот даже иван кроштадский он там молился да там статашкой с мусульманкой там игнатий тихоныч он среди баптистов молился и сколько баптистов привел православие то есть вот тут идет исключение из канона на самом деле дух дух канон сохранен да то есть это как бы он ограждает он ограждает канон этот действительно от вот этого духа их юридическом но есть люди которые могут и святые которые они нарушали не многих вот такие каноны не нарушали как бы но в итоге был была польза но мы же понятно делал там не букварей мы не можем как бы сто процентов без жизни там использовать да все эти каноны нервы и жизни но там тут тут вообще это правилами является правилом допустим нет никакой нужды человека не крестить вот у нас храм у прям озеро около него буквально в 20 метров 20 метров озера чисто его сейчас вычислили какая нужда крестить вот в купели этим то есть облите когда можно красить никакой нужды нету но когда и скажешь им об этом они скажут ты можно и песком можно то есть или там и слюной можно или там скажут в дидахе написано что там если человек больной то можно его об этом это полностью облить то есть а где логика это ну когда больной пожалуйста облей когда не больной или когда есть возможно что какие кто дает такое право никто не дает то есть это беснование это реально беснование то уж логи то никакой нету как это может так это можно оценить как можно такое решение принять только бесноватым надо быть реально беснование я сам в этом обеснование пребывал я поэтому и говорю ты просто это не видишь и просто не слышу для тебя как бы ты думаешь что ты действуешь из любви как бы действуешь из вот каких-то пониманий чего-то то есть какие-то там выше то есть экономии какое-то там а это все обеснование ничего больше за этим не стоит и потом бы человек такого грехи и страсти мучают и он его самые любимые учения становятся об борьбе со страстями потому что собственный опыт до вячеслав еще сегодняшнее евангельское чтение от матфея до часа там прочитает два стиха там как раз она говорится вот сейчас о нашей беседе сейчас одну минутку и открою вот горе вам книжники и фарисеи лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете там интересное толкование можешь почитать на этот стих все не читал двое 2313 да вот то что делает это священники ты как хочешь вот прихожанам говори объясняю беседы как идет к освещению к таком все зачем тебе это библия да это сектанты возятся да какой тебе надо приходи вот свечку поставь там за упокой и то есть закрывает да там две божие по долгу молятся вот эти акафисы молебны там разного чем они лучше вот этих вот фарисеев лицемеров ну если христос сказал что их можно слушать гальт фарисеев выгодных слушайте но по делам сейчас и сейчас и сейчас их и слушать нельзя а тут еще говорится горе вам книжники и фарисеи лицемеры что входите море и сушу дабы обратить хотя бы одного и когда это случится делайте его сыном гиены входящие худшим вас там тоже толкование дается вот и вот среди иудеев кто приходит из яжичников да и уверует бога яву еврейского бога они своим житьем делает его сынам гиены учат греху и порокам вот допустим получается зло да тот же грех он как бы может внешнюю такой иметь как происхождение некое такое но там зло там болезни разных гонений несправедливости до войны а может внутренние это вот как отступление от бога и отвращение других людей всеми путями от бога и это ведь разные сами себе не разные написано всякое зло от дьявола нет а нура просто есть прямой я вот просто думаю как вот есть же прямое отступление от бога прям оно прямое в смысле получается как обращаю сейчас вот этот вопрос я и не знаю как и священству зная они знают немало и в принципе на какой ниве работают они это понимают это должны без этого невозможно и это совсем здесь я считаю что дьявол вообще в правах уже как говорится очень мощных таких присутствий это все равно как вот допустим смотрите вот есть экспедитор да и водитель вот он может плохо вести машину но поехать по курсу это сильные огрехи может в аварию попасть может там груз опрокинуть а может хорошо вести машину на трассе но поехать не по путевому листу и вести не туда куда надо и это совершенно разные итоговые будут последствия действия его для того кто его посылает вообще кто наблюдатель будут так говорить ну вот они сами заложники на самом деле вот но они знаете вот это надо молиться потому что они такие же как и мы в этом смысле заложники то есть если мы как бы открыт открылась то там многие заложники являются они самым с детства в самому детства в эту систему вошли и у них как бы они даже не знают даже понятия не имеют о том что они отошли то есть это как бы их ведет этой системы ведет и это там это раскрывается только в том что но человека мучат какие-то страсти то есть он постоянно но чего-то страдает от какой-то страсти может быть там от чревоугодия может от блуда может еще что то вот в основном то есть это знает что христос пришел в этот мир да что он умер за на за всех до за каждого вот этого и каждого вот это за которого христос умер они все знают семинаристы и они что делает его сыном диены я не это знают и они осознанно идут на грех то есть они знают что это грех у них есть семья дети они должны прокармливать они идут на это зло то вы не спать на улице не замерзать ни женой не детьми то есть вот это трусость и корысть молодушие говорит исаак серен это матерь мучения вот когда ты не молодуши струй я избрал тебя иди и скажи а плечи вы говори да то есть не бойся вот этот трусость и корысть потому что потом если ты не скажешь и будешь вот это молодушие ты потом будет гореть в диене огненной за то что ты не пошел а я тебя избрал я тебя избрал наталья на что они надеются тогда так это и не действующий получать священники люди они на этот мир они поживут поживут а в конце своей жизни покаются нет я утверждаю просто что они именно в заблуждении находится это редкие редкие которые там как бы понимает я просто знаю я был в эти состоянии я абсолютно ты думаешь что ты служишь богу просто вот то есть ты в таком виде то есть ты не знаешь просто библию тебя как бы это слово божие она как бы не отражается просто на тебя и ты там учета ими то есть чему научен тем и занимаешься вот ты научен так и авторитет вот это давление вот это который вокруг тебя мнение общее сложено она действует за тебя она как бы ты на него если чё если ты начнешь и минус ты будешь обращаешься на чё все же так чё все ватшу ли пойдут у тебя сразу такие мысли то есть нет значит все правильно или потом это 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 церковь искупитель да ты же не священник ты же тело христово не разряжали не разряжаешь да вино когда превращается через руки священники они это знают об этом то есть я ты же не знал я тоже не знала и это узнала когда читала евангелие мне просто так все это открылось и все есть это да не толкование не знала мне сразу стало все понятно после покаяния то есть осознание что я такая же грешная как же эти и фарисеи и книжники как и самарянка и хананьянка у которой дочка беснуется то есть ты везде себя увидишь но как читать каждый день на литургии на богослужении слова и священного писания да и что ты совсем не понимаешь о чем то пишется 5 лет семинарии ты даже не не прочитал ни толкования на один стих я просто этого не верю наталья ну смотри у меня какой-то аргумент да мы же знаем что сегодня чтобы притянуть в эту сферу некоторые священники в рог идут и везде и везде как как вот как вот твоя вот это твой подход да с этим сочетается это же понимаешь как это означает они не могут не понимать что тянут людей ваш ну как бы верится на ну на путь как сказать который неизвестно чем закончится вот так вот мягко говоря они если они за себя считать что потом мы покажемся за других людей они все равно увидят что за это ответит они мне кажется все равно что они тянут туда потому что думает роком любым там любыми видами выприть песни там любыми плясками но мы тянем на путь истин они так считают что типа бог он сам человека выведет и главного приведи туда надо типа там автоматом уже за это мне будет плюс они и они даже кстати на каналах так отвечает им сдать они реально глаза горит они очень у них там подмена произошла такая грандиозная что у них получается как идеальный образ подменен вот этим вот псевдо ну как бы в общем псевдо программы системный вот и они на своего рода мы же как сейчас обсуждаем что вот мне кажется славе кажется да что они не понимаю что тянут на негодный объект а реально они на него тянут ты наталья сейчас говоришь да что мы считаем так тоже бывает как ты говоришь я считаю и вот но и думаю это не такая большая часть уже надо немного сатаница немножко надо сатанить ну такие конечно есть и возможно они кстати как раз в карьерном отношении выше стоят и задают на уровне архиереев то на это портал сейчас я точно вижу да на уровне вот будем говорить определяющих некоторых системные условия вот такие как раз он как ты говоришь они должны быть но простые еще вот молодые неотесные у них вот нету они даже в милиции молодые ребята они еще другом хотят не то что да потом умирает человек становится просто мертвым и все ему уже как покаяние нету все не до ровно как грех свебролюбия симонии очень тяжело в нем покаяться как очень тяжело человек вообще его осознать понять его очень очень трудно потому что он связан с самыми есть то есть такими низменными вещами то есть ты тебя семья целая завязана на этом и у тебя как это одобряется этим самым автоматически это вообще из слова симония и свебролюбие просто вызывает беснование когда человеку это скажет дело в том что еще чтобы покаяние нужно еще выбросить выпросить у бога и чтобы осознать грехи свои да чтобы дух святой пришел и обличил тебя надо иметь смиренное сердце да хотя бы осознавать что ты поступаешь неправильно ты понимаешь ты поступаешь неправильно хотя бы вот какая-то дверь открылась благодати божьей покаяние они же не животные бог же для чего дал человеку свободную волю но выбор же есть всегда есть сейчас был плену мусульман до или в катаре где-то тебя закрыли во плену давай выбирай вот допустим чеченской войне до выбирай либо ты принимаешь мухаммада и нашего аллаха верит либо ты остаешься христианином и умираешь на за христа я не по страхам смерти что делает потому что это не верующие люди они мертвые духа божья не имеют это лиц и гроба окрашены но у них было не было вера во христа они просто одевали вот это священническую одежду служили литургию да или даже те же которые туда шли и воевали вот это страх смерти а если бы опознал христа у него было покаяние как у давида это я не думаю что он сейчас 5 минут и вот это вот конечно снег сейчас он будет на небе со христом и с ангелами то есть лишиться царствия небесного ради вот этой же ножки жить тут а среди вот этих вот не понять кем гарема еще четырьмя женами да 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 это веры это безверие понятно было когда так это тоже самое безверие когда ты боишься что-то сказать просто архиерея там к примеру ну или допустим сделать боишься делать правильно по евангелию потому что боишься архиерея и боишься своей жены с детьми то же самое неверие что это то же самое по сути мало вере точнее вот там в данном случае вообще конечно я в москве разговаривал с у меня прям тогда вывод был что в той или иной форме система которая сейчас существует в русско-православной церкви пытается завалирую или открыто создать некий союз между миром и это они на самом деле делать как тут у меня ты типа вот такие они ну понятно дать и вот в одном смысле у них надежды большие что в принципе можно не нарушив дух ну как бы так не нарушил как раз это и ну ты про и стал меня может быть самое удивительное во времена священники тоже будет проповедовать что придет христос то есть и равно священники будут бог их сохранит они будут учить народ чтобы они держались до были мужественные вот вот именно вот в этой скорби то есть священники все будут до предшествия христа проповедовать о христе что он придет что это короткое время бог дал вот это вот антихриста и мучения то есть будут и плевела и пшеница делятся а вот такие священники когда придет антихриста они сейчас не могут делать свободный выбор а когда придет антихриста что они сделают все поклонятся ему потому что у них нету свободного выбора бог видите ли не дал им волю свободное что они животные что ли души у них нету совести нету совесть для чего человек вот она она же все равно они не совсем на сказать нет сгоре все равно там что-то есть же конечно где они огненные мучиться понятно же будут за дело люди это за то что созна будучи сознательными то есть душа имеет сознание полностью и притом она уровень то этого сознания богородица на каком уровне находятся святые там павел то есть мы сознательны и поэтому мы будем отвечать на свои дела и свои слова за не будет такого что ты не ответишь за все будет не животные если за каждое бог говорит что за каждое праздное слово дадим ответ день суда то есть за каждое пустое который сказал то представьте уровень ответственности какой это на это кажется только что там его нету а уровень ответственности нечеловеческий просто совершенно другая планка у бога для человека еще живя здесь он уже мучиться у него уже гиена внутри он горит там есть он не может сделать выбор чтобы сорваться гиена вот у меня было такой я это описывал что я я ну все уже а скотиневшая как говорится и не знаю как топовый перст подал чтобы вытащить меня из этой бездны грехов и тут не вангерия появилась а и все я поняла что он прощает грехи ему дана власть чтобы прощать грехи цену человеческого да и я все я в него поверила что он только он может не простить грехи я молилась как исту не как богу да а как сыну божьему да и потом я уже не уверовала в него как бога я поняла что он бог что вот он мой спаситель а я все молилась к отцу отец небесный ты сотворил меня в утробе матери мои уже как давид уже псалме и все христа просила ну моли господа отца да чтобы бог простил меня вот такая была у меня молитва горячая и потом я уже поняла что это такое у тебя гиена она внутри горит у тебя душа горит по грехах это как это наталья как вот вода да только полностью дистиллированная вода настоящий диэлектрик любые примеси солей все они гиены в смысле все они проводят как говорится итог ну я также вот я также уже вот будучи там лет 10 православии уже начитавшись всех там святых отцов каких можно все равно ты страсти тебя просто губят ты не можешь стоять никуда некуда деваться тебя загоняет вот тоже ты монашеские литературу читаешь тебе ты не знаешь куда деваться загоняет током на свет и понимаешь что для тебя спасение током на старе и ты там себя только видишь уже от того что это все читаешь и И тебе же никто про благовестие мне не говорил, я не знал об этом, что благовестие, что цель-то, то есть Господь говорит, мы, как он сказал, вы, говорит, царственное священство, род избранный, люди взятые в удел, это Петр говорит, для чего, с какой целью, и говорит, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой, то есть призвать из тьмы, то есть мы в грехах были, в чудный свет свой, для чего, для чтобы возвещать его совершенство, с этой целью смотришь, читаешь апостолов, и они все только этим и занимались, то есть вот оно истинно-то христианство, благовествовать Христа, и тогда, как только ты это начинаешь делать, то есть ты понимаешь, что ты не туда шел, я молился Богу, думаю, Господи, укажи мне путь, который, чтобы я точно знал, что он правильный, и говорю, если я говорю, точно буду знать, что он правильный, что это им твой путь, то я больше с него никогда не сойду, я тогда уже встретился с Игнатием Тихоновичем, то есть я нашел его, то есть так мне Бог устроил, что да, и я увидел, вот он, оказывается, путь-то, и как только я на этот путь встал, я все, все, что было до этого, просто Бог с меня как бы снял, то есть я просто в этом покаялся, я увидел, что это заблуждение, и полностью повернул в противоположную сторону, и все эти страсти, как будто их и не было никогда, как будто не со мной были, да, это, то есть страсти были связаны именно с заблуждением, то есть потому, что я все применял усилия, чтобы не было у меня этих грехов и страсти, все, но ты все равно опять падаешь, опять идешь, падаешь, исповедуешь, причащаешься, опять идешь, падаешь, опять идешь, падаешь, да, то есть, и ты как бы думаешь, ну, и тебе, соответственно, говорит, ну вот надо бороться, всю жизнь смиряться, потому что ты не смиренный, гордый, поэтому у тебя так, я как бы так интересно, вот ты говоришь, что ты думал, что вот монаши в спасении, я только начала Евангелие читать с начала, с начала, я поняла, все, мне надо в монастырь бросать детей, может, бежать в монастырь, только там в спасение, а потом несколько раз помолилась, а в истине ли ясную, а правильный, это путь, Господи, покажи мне Евангельство, настоящее христиан, те, которые описываются в Евангелии, да, где эти верующие, которые приняли Христа, я вышла сразу же, это было все ночью, сразу на ролике, значит, их наши беседы в скайпе, я поняла, что мне этот человек именно нужен, то я могу ему позвонить, сейчас спросить, как мне спастись, вот мне этот момент, как раз, у меня был этот вопрос, как мне спасти, что мне делать с детьми и с мужем, ну как спасаться, бежать в монастырь или как, они всего не знают. Я сказал Христа, покаялся, крестился, иди, благовествуй, живи, исполняй, Слово Божие, любишь Христа, исполни Его заповеди, его Слово. Да, он же говорит. А вот, по-моему, почему у них такое не было, они считали, да, Священное Писание, почему они не помолились, почему Господь не указал, что надо идти благовествовать, почему они бежали в эти нары, арыли камни? Наталья, это нету, они не просили этого, пути евангельского, на них. Да, вот именно, Наталья, есть такой святой, Василий, не Василий Великий, а Варсонофий Великий, вообще, там мощнее человеческое, святой, да, Варсонофий Великий, и там ему вопрос задают, братья говорят, как так выходит, что есть святые, которые верили в том, что гиена огненная будет конечная, ну, то есть, что, да, как, говорит, они же святые, там, как у него спрашивали, а Варсонофий Великий помолился Богу, и сказал, ну, ответ там такой, что говорит, они были научены у своих наставников, и они, говорит, не вопросили у Бога об этом вопросе, да, и просто, то есть, приняли у своих наставников вот это, и все. То же самое и здесь, то есть, об этом никто не вопрошает у Бога в вопросе, никто не, и Бог, Бог же, он все высказал-то в Евангелии, в Библии это, и Бог не будет отдельно давать человеку отдельное какое-то откровение по этому поводу, если человек не вопрошает, потому что даже есть в житии я одного, один тоже святой был, он там по его молитвам исцелялись, он там ноги чуть-чуть сотворил, он ангелов видел, ангелов, постоянно было служение, то есть, ангелы с ним беседовали, общались, но он верил, что Милохиседек, это есть Христос, то есть, вот тот Милохиседек Светлого Завета, и братья думали, как так он, ну, как он так верит, святой верит в это, и этот, в итоге, они не знали, как ему сказать об этом, и в итоге, как-то они там придумали, ему как-то об этом сказали, и там спрашивают, что, а как так, что он святой, и ему никто не сказал, ангел, что ли, ответил, я ответил ангел, а говорит, если, говорит, человек не вопрошает, мы, говорит, свободную волю человека, как бы, да, Господь уважает свободную волю, И то есть он его не изменяет Специально То есть не делает никаких изменений Человек может быть даже святой И даже представьте он имел ересь Какую-то И бог его не изменял Не исправлял Пока его другой человек уже не исправил И тогда он принял это уже от другого Так же и здесь монашество То же самое Никто не вопрошает по поводу него Вот мы же просили Где эти настоящие евангельские христиане Где этот путь истины По которому он должен идти А у меня так как раз было только четверо евангелия Деяния апостолов не было Христос воскрес, вознесся на небо А что дальше? А мне было интересно А я не знала вообще, что есть такое Послание апостольские И когда я начала читать Деяния апостолов Так я поняла, вот они эти люди Вот она общенька, эта церковь Собирается по домам, изучает Слово Божие У них жажда У них произошло вот это перерождение Я тогда уверовала Я не могла оторваться от Библии Когда я ее читала У меня просто мой муж взял Он понял, что жена сама сошла И выбросил ее на мусор Да я и не могла даже ее в мусорке таскать Я тогда побежала Я была у дочки на операции Я с ней ночами там сидела, ночевала В больнице И что самое главное Ты приходишь к Отцу Небесному Просишь хлеба, да? Вот это вот спасение от Царства Небесного Христа Искупителя И что он тебе даст, камень? А монахи, что они не просили хлеба Небесного? Не просили? Я думаю, что если... И представь себе Я живу в Германии У меня нет ни Евангелия Ни толкования, ни Библии Ничего, вообще ничего Один молитва слов и все И потом мне моя мама привезла Евангелие Оно мне так срочно было нужно И я не знала, Господь, где достать Евангелие? Мне мама привозит, да? И уже... И я думаю, что даже если ты будешь в пустыне Ты будешь молиться Богу Что Бог показал тебе истину Ты чего-то не понимаешь Все равно тебе Дух Святой тебя откроет Если ты вот это вот... Стучишь в двери небесные К Отцу Небесному И Он тебя разве не откроет? Ну, церковь-то ведь призвана фильтром быть Именно, чтобы помочь Отфильтровать человеку Именно отделить... Человеческое от Божественного Да, да Учение Христа увидеть Как бы сказать Вооружить человека Именно Вот это учение Христа Отделить от... Будем говорить Всех видов и всех вопросов И как же этот фильтр Стал вносить Какие критичные угрозы К самому Слову Божьему Да, и к пониманию настоящей Закрыли Само что, Слово Божьем Реально заблокировано То есть оно Сколько печати в храме На Слово Божьем наложено Только я вот насчитал Вот несколько печати Первая печать То, что Слово Божье Читается на священной Церковном славянском языке То есть печать Все, ее непроходимая печать Стопрад 99% людей Стоит в храме Ничего не понимает Че читается Следующая печать Слово Божье читается Задом к народу То есть Он не слышит Как должен слова Человек не может То есть Еще одна печать То, что она Читается на певом То есть Не передается Не смысл То есть Не передается Как бы Интонация То есть Не понимает человек Чего на певом читается То есть Три печати Просто стоит Чтоб человек Не понял Его Это слово Можно добавить Да Да Совершенно так и есть Вячеслав Стоишь Ну в храме И батюшка Он Во-первых Пиной к тебе И во-вторых В алтаре А что читает Он не слышно Там И с народом Не обсуждается Слово Божье В храме Он даже Когда В конце литургии Там начинает Говорить Он даже По Слову Божьему Не говорит Он от себя Что-то какое-то Несет Что несет Там Всякий хитик Вспоминает Там был Такой-то Другой-то Пятое Десятое Или С этим днем Что-то связано Вот Конкретно Число Какое-то Ну то есть Нету Слово Живого Читается Не обсуждается Здесь Я могу Подтвердить Это так и есть Его целуют Его там Облекают Золотое Слово Божье То есть Все вокруг Не водил Вокруг Но не его Самого Смысл его Самого Никому не Передается Так жалко Когда я стою Читает Слово Божье Я в телефоне Открываю Православный Календарь И там На каждый День Есть Это И ты читаешь В тебя Входят Ты понимаешь Смысл Ты понимаешь О чем Это речь А я стою Вокруг И смотрю И никто Ведь не знает Никто ничего Не понимает Этого Не понимает Не слышит Их не входит То есть Человек Чему остается Чувственным образом В лучшем случае Он творит Иисусова молитва В лучшем случае Внимательно Но Большим случаем Да Он просто Чувственно Какой-то Такой умиляется Заставляет себя Как-то умиляться Какой-то Чтобы у него Такое Доброе Такое состояние Было А на самом деле Вот мне кажется Почему такие Длинные службы И такие непонятные Почему так Вот никто Не любит Ну чтобы человек Глупость становился Просто Потому что Не может Человек Бессмысленный Чувственный Чувственный И у него Глупость возникает Потому что Он Бессмысленно Стоит В течение Большого количества Времени А это Неестественно И в итоге Человек Заставляет То есть Ломает себя И становится Просто Глупым Он становится Невосприимчивым К смыслам Именно слов То есть Я себя Сколько ломал Ломал И ломаю По поводу того Чтобы слово божье Читать и понимать смысл Прочитываешь И не понимаешь смысл Прочитываешь И не понимаешь И там На десятый раз Прочитываешь Смысл доходит Это же глупость Она же приобретена Понятное дело Что грехи Всякий блуд там Голову ломает Очень сильно То есть Какие-то были грехи Такого порядка Того мозги Уже все Подломлены Но Все-таки Это же тоже Вот это устроено Что ты стоишь И ничего не понимаешь Смысл До тебя Никакий Можешь Открыть Стих Ихлесиаз 4.17 Прочитать Кстати Твоим словам Ихлесиаз 4.17 Вот там Евгения Кушенко Скину Прочитай Стих этот Наблюдай за ногой твоей Когда идешь в дом Божий И будь готов более к слушанию Нежели к жертвоприношению Ибо они не думают Что худо делают То есть когда мы идем в церковь Да Богу Ну что говорит Приготовься к слышанию Слова Божия То что там читается Ну хорошо У нас на церковно-славянском Церкви читается Слово Божие Да А в других странах В других церквах В Тербии Там На арабском На грузинском На армянском Получается Люди Не готовы к слышанию Они больше к жертву приносят Чем к слышанию Они ничего не слышат Ух это не открывают И это столько лет было И Клещат Скажите Написал слова Да Слышание То есть Все читали Мы идем в церковь Что мы там делаем вообще Там же все базар Там все друг с другом Разговаривать Никто не слышит Ни Евангелия Ни апостола Ни начало Литургии Когда читается Блаженный нищий духом Там поет Хор Да Никто не слышит Потому что они понимают Что это такое Нищий духом Блаженный То есть Уши их не закрыты Либо им Это Как это Десноватые Были бесы Написано В книге К истинному православию Язык Слово Речь Свойственное И смертно Только человеку Обладая даром речи Адам пророчески Назвал животных Называл животных И дал имя жене Ева Зое По гречески Зое Жизнь Через 1656 лет После сотворения Адама Пришел потоп На землю А через 721 год После потопа Представительства Вавилонской баши Появились новые языки И на речи Считается Что Неприкосновенным Языком Адама Остался только Один язык Язык Авраама Моисея Пророков Христа Зная Что сотворение Адама До Рождества Христова 5508 лет А от Рождества Христова Нынешний год Легко посчитать Сколько лет Русскому И иным языкам Книга Бытия Показывает Живую речь Бога с Адамом В раю Адам с дьяволом И Бога с дьяволом И снова Бог говорит с Адамом На том же понятном Для Адама языке Хотя это язык был Как утверждает Привеженца Церковнославянского языка Осквернен сатаной То есть Бульгаризированным Гулагским Булатными выражениями На 70% То есть Русский язык Бог везде И всегда говорил Каждому народу На его родном языке Чтобы слушающий Мог понимать его И вот мы читаем Писание Критяне Равитяне Слышим Слышим Их язык Нашими языками Говорящими В великих делах Божьих То есть Народ знал На своем языке Что у него Бог говорит Итак Идите Научить Все народы Критя Их во имя Отца И Сына Святого Духа Сказал им Идите По всему миру Проповец Евангелия Все твари Благодарю Бога моего Я более всех Вас говорю Я говорю Языками Апостолы Не изобретали Эсперанто Староиндийский Древнегреческий Древнегреческий Богослужебные языки Но говорили Ясно И понятно Вот он Услышав Потом смотрите Еще написано Первый Коринфянам 4.11 Но если я не разумею Значение слов То я Договорящий Чужестранец И говорящий Для меня Чужестранец То есть Если Так если И вы Языком Призносите Неразумительные слова То как узнают Что вы говорите Вы будете Говорить на ветер Вот как Цирковым славянским На ветер говорят Да Эзотерики Любят делать Так-то ведь Там еще В греческом Означает жизнь Да Не Зои А Озои Зои Это означает Ударение Это не В греческом Языке Это не только У нас Вот жизнь Вот эта Жизнь земная А То Зои Это означает И эта жизнь Жизнь Которая После смерти Вот как еще Это Носим Да А вот смотрите Вот просто Вот апостол Павел Все время говорит Стану молиться Духом Стану молиться Умом 1 коринфона 14-15 Умом молиться Молит только тот Кто понимает Значение произносимых слов И вот апостол Павел Говорит Церковь хочу лучше Пять слов Сказать умом Моим Чтобы и других Наставить Нежели тьму Десять тысяч Слов на незнакомом языке Непосредственно Прямо Вот это Это речь Вот о нашем Церковном Славянском языке Вот прям Непосредственно Церковь лучше Пять слов Ну умом моим То есть умом Только ты понимаешь Можешь сказать Чтобы и других Наставить Нежели тьму Десять тысяч На незнакомом языке Тьма слов Тьмой обложили Просто Всяких слов А простые вещи Никак не можем понять Да Это особенно Касается Псалмов Там вообще Вообще Ничего не понятно Когда раньше В греческий Храм ходили Там на английском Все понятно В русский Храм начали ходить Когда то Вообще Ничего не понятно У меня У меня В детстве Тоже было такое Читала Псалом 50 На свеконно-славянском И я понимала Что я умом Не молюсь Сердцем Я понимаю Чувствую А ум У меня не молится Потому что я У меня даже Это была Как-то Обида Что я Почему я не понимаю Господи Как это понимать Я помню Плакала Я закрыла двери В комнате Я сижу И сама собой Разговариваю В комнате А потом Спустя Сколько Тринадцать лет Уже живя здесь В Германии Да Когда Игнатий Тихон Сказал мне Купи Синодальный перевод Библию И там уже На русском языке Но я уже до того В 50-й псалом Я уже его Нашла на русском языке И читала То есть я понимала Что умом Я не молюсь Я не понимаю Что там написано А у меня Я вообще такая Любопытная натура И Если я не понимаю То я как истукан Смысла Я смысл не понимаю Что я читаю Все так Ну ладно Братья Уже время Мы уже Час пятьдесят Пообщались Евангелия мало Конечно Почитали Но хоть пообщались Видать Общения не хватает Поэтому Спаси Христос Помолимся Достойно Достойный Отец Что мы можем Изучить Слово Твое И И в братолюбии Пообщаться Между собой Господи Наставь нас Направь нас Чтобы мы Не уклонились Никуда Не направо И не налево Но Шли Истинным Средним путем Который Ты установил Господи Не дай нам Господи Ни лишнего Осудить Ни осуждать В то же время И заблуждений И не участвовать В делах тьмы Заблуждений Не принимать Просвети Господи Светом Библии Твоей нас Чтобы мы Все что читали Предлагали На нашу жизнь И видели В этом отражении Господи Наш Иисус Христос Сподобие Господи Нас До конца Дойти Если какие У кого И заблуждения Воразуми Нас Господи Через братьев Наших Или каким Другим Путем Приведи Господи Больше Людей Познанием Тебя Принятие Жертвы Твои Молим Тебя Всех Священников Епископов Которые Нерадиво Себя Ведут Помоги Господи Воразуми Их Косни Их Сердце Ивания Искристина Если Не имеем Даруй Нам Страх Божий И ожидание Суда Твоего Слава Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Спаси Аминь Спаси Христос Христос Христос